В Кирове 13.06 и да, это программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Своим особым мнением с нами будет сегодня делиться Дмитрий Русских, депутату ЗС 5-го созыва. Дмитрий Михайлович, добрый день. Владимир, добрый день. Всем слушателям. Дмитрий Михайлович, тоже добрый день. Дмитрий Михайлович сказал в эфире, давайте я буду экс-депутатом, мы ему говорим. Нет, 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 как-то уж очень плохо звучит экс-депутат. Депутату ЗС 5-го созыва. Напомню, что накануне были вручены удостоверения депутатов уже, по планетариям 6-го созыва. Мы давно уже знали, что вы в 6-й созыв не поедете, не пошли. Мне хочется спросить вас, как вы дальше будете себя позиционировать? Пройдет год-два, что-то мне подсказывает, что люди начнут ведь забывать, что был когда Дмитрий Михайлович в 5-м созыве. Как будете позиционировать себя? Как общественник, не знаю. На самом деле я всегда себя позиционировал жителем Кировской областей города Кирова. Я коренной кировчанин, этим очень сильно горжусь. Все мои 10 лет работы в ЗАГС собраний я старался служить верой и правдой своим избирателям и кировчанам. В данном случае я остаюсь жителем и буду наблюдать за теми процессами, которые будут у нас происходить. Я никуда не делся. Я также собираюсь заниматься той общественной нагрузкой, которой я занимался и во время депутатства, и до этого работать, заниматься своим бизнесом, помогать людям, если есть такая возможность и необходимость. На самом деле жить обычной человеческой жизнью, при всем при этом, я никогда от этих норм и не отходил. И спорт у меня, и ко мне очень много обращается и спортивных федераций, и просто людей, и многие обращаются инвалидные организации. Я со всеми остаюсь в дружеских отношениях, я со всеми готов работать. И в общем-то ничего не поменялось. Я думаю, что мандат там, он не определяет жизнь человека. То есть по-прежнему вы будете на виду? Ну, на каком виду? Я буду на своем месте. Контакты сохраняете, согласны будете помогать, добиваться. Работаете там, и если надо будет выходить там вместе с людьми какие-то на защиту памятников, парков, я точно так же буду делать, как житель города Кирова. В общем-то я останусь тем, кем я всегда останусь. Уезжать не собираетесь. Уезжать или сбегать я никуда не собираюсь. Хорошо. Сегодня у нас уникальная ситуация такая. Большое количество вопросов поступило вам на наш сайт эхокирова.ру. Я напомню, что у нас есть специальная форма для того, чтобы вопрос задать гостю особого мнения. Давайте с вопросов сразу начнем. Безусловно, тема выборов ее хочется сегодня затронуть. Мы благодаря этим вопросам ее сейчас затронем. И глава города, который у нас ушел в УЗС, вернее избран в УЗС. Во всем об этом поговорим, но давайте вот с вопросом. Спрашивает Артур. Добрый день, Дмитрий. Насколько понимаю, вы решили уйти из политики? Ну, на самом деле... Прервусь сразу. Да. Хочу сразу сказать, что в принципе я не был таким... Я не считался каким-то политиком. И я все-таки считаю, что в Кировской области как таковая политика вообще отсутствует. А что у нас тогда? Как это можно окрестить то, что происходит? То, что происходит, это игра в политику именно тех людей, которые хотят от этой политики что-то поиметь. В материальном смысле? Ну, конечно, в материальном, не в моральном, я так думаю. Да. Значит, то в данном случае я там не был, не считался я никогда политиком. И в данном варианте я считаю, что то, что я сделал, это нормальное явление. Потому что я считаю, что я проработал два созыва. И вообще сторонник того, чтобы люди периодически менялись. Мне совершенно не нравится та ситуация, которая там в ЗАГС-собрании, большая часть депутатского корпуса, которое снова прошло в шестой созыве. А вот давайте я сейчас продолжу. Да. Уже там четвертый, пятый созыв, уже по 20-30 лет. Но я не вижу, что от этого есть конструкции. Вот смотрите, Артур дальше продолжает вопрос. Вслед за вами от участия в политической жизни отказался ваш друг и единомышленник Сергей Доронин. Вы никогда не скрывали, что... Да. Мы с Сергеем дружеские отношения. Может быть, мы в каких-то вопросах не единомышленники, но он мой друг. Можно ли говорить, продолжает Артур, что это стало следствием тотального захвата власти в стране и регионе Единой России? Чем это чревато? Вот вы сейчас несколько секунд назад сказали про ведущую партию. Ведущую и направляющую. Вот смотрите, то, что принял такое решение Сергей Александрович, это его решение. Я думаю, что оно... Давайте напомним, что он отказался от мандата в Госдуму и накануне дал ЗАГС-собранию. Значит, это говорит о том, что Сергей никогда не держался за эти мандаты. И его оппоненты, которые кричали буквально три месяца, что ему нужно только для сохранения какого-то бизнеса, его лоббирование. На самом деле, это все оказался обычный фейк. Да, мы все прекрасно понимаем, что такое выборная компания. И когда три месяца главной проблемой Кировской области становится предприятие Абсолют Агро, с его там проблемами, которых на других предприятиях не меньше. И хочу сказать, что предприятия по-любому там работают, люди получают зарплату, продукция его лежит на прилавках. Значит, после, может быть, осознавания того и всей выборной кампании и получения определенных результатов, Сергей Александрович принял решение, что, в общем-то, как я всегда тоже считаю, что это как в спорте надо вовремя уходить по причине того, что потенциал, наверное, уже весь как бы выработан. И есть другие цели и задачи. И то, что я вчера услышал на вашем передаче о том, что он там официально сказал, что он уходит там снова в Абсолют Агро и хочет реанимировать предприятия, и чтобы люди все-таки спокойно работали, и никто уже не тыкал ему этим в лицо, то я считаю, что это мужественное решение. Но во многих комментариях Сергей Александрович хвалит за это решение. Настоящий мужчина. Я считаю, что из кировских политиков я не знаю тех людей, которые могли бы сами сдать мандаты депутата Госдумы или там ЗАГСа брать. Вот я таких не знаю. А кому бы посоветовали? Я бы посоветовал 99% все-таки уступить место новым людям. Только из-за этого может меняться вообще сама политика, экономика и все прочее. Если там люди сидят по 4-5 созывов и фактически 90% не говорящих вообще и не обсуждающих ничего, то в данном случае, а зачем вы там, ребята, все сидите? Для того, чтобы просто посидеть, ну тогда сидите у себя на диванах дома или в кабинетах своих. Потому что все люди небедные, все как бы довольно-таки в моем понимании успешные. То не надо занимать чужие места. Пришли бы гораздо интереснее ребята, которые бы на самом деле хотели развивать кировскую область. Дмитрий Михайлович, давайте конкретно данный вопрос Артура все-таки. Да. Является ли это следствием ваш уход и уход Сергея Доронина из такого пространства следствием тотального захвата власти в стране и региона Единой России? Является или не является? Смотрите, как бы не является по причине того, что она давно ее уже захватила, и мы все это прекрасно понимаем. Это, я думаю, что какая-то определенная оценка всего происходящего в стране, в нашей области, в экономике и все прочее. И каждый выбирает свой приоритет. Понятно, что быть Дон Кихотом и биться с ветряными мельницами очень глупо, и долго это нельзя совершать. Тем более, мое личное мнение о том, что судя по тому, как прошли выборные кампании, всю нашу независимость и желание что-то изменить, большинство жителей Кировской области не оценило. Это мы видим даже не по голосованию за партией, а по голосованию за тех депутатов, которые, мне казалось, в пятом созыве были реально народными избранниками и независимы. Это и Турула, и Сазонтова, и Женихов, даже Дубравин. Но без таких людей не может работать парламент. Вы, кстати, сейчас перечислили людей, мы вчера просто подумали об этом в редакции, в новом составе ОЗС-6, в созыве, мы не нашли многих людей, которые были в пятом и которые ходили к нам на интервью на нашу радиостанцию. Мы же подумали, может, мы карму подпортили, из-за этого не попали. Нет, я думаю, дело тут не в карме. Я думаю, что мы по-любому должны принимать выбор нашего населения таким, каким оно есть. Если сегодня большинство населения считает, я там не беру все нюансы, как это считается, считает о том, что, в общем-то, сегодня партия и большинство ЗАГС собраний Единой России обеспечат им на пять лет светлое будущее и высокий уровень жизни, и то, что мы сегодня задевали те проблемы, которые есть, они не такие важны, то, в принципе, я принимаю любое решение моих земляков, кировчан. Нам всем вместе с этим пять лет жить, и мы увидим, где была правда, где была ложь. Давайте пройдемся немножко еще по раскладу, перед тем, как следующему вопросу перейти в этом, в нынешнем составе уже, в УЗС Единая Россия хочет 37 мест. Да, это фактически, переведя на Госдуму, это конституционное большинство. Да, в прошлый раз было 27. 28, в 2011 году, в этом году ЛДПР 8 мест, подросло тут немножко, и «Справедливая Россия» и КПРФ просели. Они просели, да, в основном за счет одномандатных округов, значит, и хочу сказать, что вот по показателям мы вернулись в Думу четвертого созыва, когда я первый раз пришел, в 2006 год примерно такая же пропорциональность была, и, в принципе, как бы все вернулось в шестой год. Это Дума фактически четвертого созыва. Мы откатились тем самым, или как это характеризуется? Ну, мы потеряли, мне кажется, ЗАГС Собрание, именно последнюю площадку вообще, как бы, в законодательной жизни, как площадку для дискуссий, когда бывают две точки зрения, и они между собой пытаются спорить, они пытаются там доказать каждое свою правоту, и понятно, что в данном случае мы потеряли эту площадку как таковую. Дискуссии не будет? Дискуссии, я думаю, вообще никакой сейчас не будет, потому что дискутировать некому. Просто руководитель УНФ, Роман Цветов, который прошел УЗС, он сказал, что дискуссия, да все-таки там есть место для дискуссии. Дискуссии места есть, только он сказал, что на комитетах они будут дискутировать. А, да, да, не на парламентах. Да, да, ну, как бы, вот, тут таковую наговорочку сделал, ну, посмотрим, как будет ОНФ дискутировать. На самом деле, я не думаю, что те есть вещи, которые сегодня обсуждали на пятом созыве, будет так свободно обсуждать ОНФ, да. Значит, потому что все, что сегодня открывается в виде, там, коррупционных скандалов и всякой, там, информации о, там, содеянной, там, деятельности правительства и губернатора, это все обсуждалось на каждом пленарном заседании, фактически, с 10-го, с 11-го года, и мы это открыто говорили, ничего не боялись. Потому что ряд независимых депутатов позволял говорить все, что они хотят говорить, и то, что они считают, нужно донести, в первую очередь, до СМИ, это СМИ, которое донесет до кировчан, до жителей Кировской области, те проблемы, которые существуют. Значит, ну, я хочу пожелать, там, Титову, флаг ему в руки, пускай, как бы, Стаб сделает то же самое. Посмотрим, что получится. Да, и хочу сказать, что, в принципе, мы сегодня получили, фактически, мечту, которую все очень мечтали, потому что, там, Госдума, мы понимали, какая она была того созыва, мы, в принципе, в нее даже и не вникали, мы понимали, что там происходит, мы видели, какая сформировалась в 12-м году, городская дума, где все происходило очень быстро, по-тихому, и все разбегались ровно через час. И единственная площадка, где еще какая-то была жизнь, что-то обсуждалось, что-то спорилось, что-то там ругалось, хорошо, что не дралось там, да, то в данном случае... Можно было. Да, можно было, я считаю, что это нормально, значит. То в этом случае, как бы, понятно, это была одна площадка этого ЗАЭС. И понятно, что это очень многим, кому не нравилось, потому что все хотели иметь спокойную думу, когда пришли, за час все проголосовали, все разбежались, и каждый побежал заниматься своими делами. Я думаю, что будет очень похожей, потому что, ну, как бы, еще раз хочу сказать, фракция сегодня Единая Россия, 37 депутатов, да. Из них 21 депутат, как я прочитал, это те, костяк основной, там, основных людей, которые были в том созыве. Да, которые держатся. Да, которые держат, да, вот это все направление. То я вам хочу сказать, что 90% из этих людей за 10 лет я ни разу не видел выступающими, или что-то рассказывающими, или говорящими. Да, эмоциями, да даже вообще с точки зрения не слышал. Да, мы вчера где-то обсуждали уже на каком-то эфире, что мы там четко понимаем, что примерно 80% депутатов, к сожалению, не читали те документы, которые у них там были, там, да. И это было видно на пленарных заседаниях, потому что бумаг никаких не было, кто-то спал, кто-то читал. Да как так можно-то, как? Можно. Ведь люди-то понимают. Люди-то не дураки, не группы, они же понимают, что происходит. Это можно, но, к сожалению, мы сегодня находимся в той ситуации, когда, в общем-то, подается совершенно другая подача, совершенно не те вещи берутся за основу. И все-таки есть некоторые проблемы у нас в обществе и среди людей, которые, в общем-то, неправильно, как бы, делают выводы. Мы сегодня где-то видел таблицу, и говорят, что чем беднее территория или край, тем больше голосуют за Единую Россию. Чем хуже люди живут, тем больше они за нее голосуют. Тут очень сложно вообще понять, как бы, наших людей. В общем, кругом какой-то диссонанс, какой-то несоответствие. Ну, возвращаясь к ЗАГС-собранию, я, как бы, говорю свою точку зрения. Если это будет не такая, мы увидим, там, ближайшие полгода, год, тем более, буквально в октябре-ноябре уже начнется принятие бюджета 2017 года, где, на самом деле, будет очень, должно быть много обсуждений, потому что бюджет, на самом деле, будет очень тяжелый. Значит, я понимаю, что у нас проблема с большая, с доходой, с доходной частью. То, в данном случае, вот первый пример, там, для Романа Титова, обсудить эту тему и сделать тот бюджет, который бы не так сильно ударил по населению. Нам пора прерваться буквально на несколько секунд, после чего продолжится особое мнение Дмитрия Русских. Особое мнение Дмитрия Русских и депутатов ЗАГС-5 и 4-го созывов. Да, 45-го. Да, слушаем сегодня. Но перед тем, как перейти к следующим вопросам, которые поступили вам, Иван Михайлович, через наш сайт, это кирова.ру, я бы все-таки хотел спросить про лагерь, лагерь, который область арендовала в Крыму, лагерь имени Володи Дубинина в Алуште. Это одно из ваших детищ. Известно, сколько вы сил приложили к тому, чтобы наши дети смогли туда выехать. Кстати, вот мы знаем, об этом вы неоднократно говорили в нашем эфире, тут ведь день X, 1 октября, должно было быть принято решение оставлять, остается этот лагерь за нами или не остается, и что? Ну, на вчерашний день, насколько мне там стало известно, что проект закрыт. Закрыт? Да, проект закрыт, и принято решение с 1 октября аренду лагеря не продлять. Чье это личное решение, кто? Ну, я пока не знаю, чье решение, но, по крайней мере, это озвучил курирующий зам, я так понимаю, что Дмитрий Курдемов. Значит, очень долгие были обсуждения, почти, хочу сказать, что месяц, были различные высказанные точки зрения. Вы, да, ходили? И я был на совещаниях, и ходили. Поставляли, да, обсуждать этот вопрос? Да, и сами новое руководство правительства области и губернаторы обсуждали этот вопрос, но по каким-то причинам вынесено такое решение, и основная аргументация, что сегодня в области нет 3 миллионов рублей для того, чтобы подготовить лагерь к следующему сезону. И, как бы, я думаю, что, наверное, завтра уже буквально уйдет бумага в Крым о том, что мы отказываемся от нашего лагеря, от предложения, там, отправлять наших детей и жителей. Не только наших детей можно было отправлять, и детей из других территорий. Ну, по крайней мере, проект закрыт, к сожалению. Мне, на самом деле, очень жалко, потому что я, все-таки, считаю, что, как бы, основная задача была, все-таки, из него сделать социальный проект с какой-то правильной рентабельностью, чтобы не брать деньги из областного бюджета, там, постоянно на какие-то дотации, субсидии и все прочее. Ну, тут мне сейчас... И, знаете, изначально какие планы были? То есть 1 октября мы продляем, и что? Мы продляем, значит, мы, как бы, готовимся к новому сезону уже совершенно по-другому, не как в этом году, потому что в этом году мы только получили документы в конце мая. А если бы мы продлили, то ребята еще бы поехали в этом году? В этом году бы нет, но началась бы необходимая вся подготовка, которая была предписанием Роспотребнадзора, там, и с электричеством связано, и с туалетами, там, и с водой. Значит, и буквально новая команда, которая готова была зайти по работе на этот лагерь, я считаю, что была очень перспективная компания молодых людей, значит, они должны были с 1 января или с 1 февраля открыть продажи нашим крупным предприятиям, значит, нашим физическим лицам, значит, смотреть по школам-интернатам, как в этом году произошло, там, по домам, ну, для детей-сирот, значит, и, в принципе, их задача была открыть уже лагерь 1 мая, значит, и его обеспечить наполняемость в рамках эффективности этого лагеря без убыточности. Ну, в принципе, задачи все были, я считаю, что нашей команде и лагерю под силу, значит, ну, если в данном случае, на самом деле, такая тяжелейшая ситуация, что областной бюджет не может найти для нашего лагеря 3 миллиона рублей, проект является закрытым. Напомните, пожалуйста, этот вопрос вы обсуждали лично с временной исполнительной? Да, мы ходили с Валентиной Павловной Ивановой, мы встречались. Какова его позиция? На тот момент он не озвучил позицию, сказал, что нужны цифры. Не обладает нужными данными, да? Ну, он сказал, что нужны определенные цифры, там, да, значит, Валентина Павловна ему рассказала свою точку зрения, там, я попытался объяснить, там, почему нам этот лагерь нужен, значит, ну, вот, тем не менее, после этого, там, были очень долгие дискуссии, они... Была взята пауза. Взяла пауза, практически целый месяц, и, в общем-то, вчера было окончательно, видимо, принято решение, насколько я слышал, да, что проект, как бы, закрыт, и лагерь Кировской области сегодня не покрым. И пойдет туда бумага, что мы отказываемся. Да, разговаривал буквально позавчера, там, с крымской стороной, они, конечно, очень сильно сожалеют, что мы отказываемся, но при этом... Ну, они... У них целая очередь, вплоть до, начиная, там, с Крым-телекома, заканчивая, там, крупными компаниями, то, в данном случае, у них проблем с этим точно нет. А, как бы, лагерь будет передан, и там уже есть инвесторы, которые готовы его развивать. И все? Вопрос закрытся? Ну, наверное, да. Навсегда? Ну, я думаю... И не хочется такими категориями навсегда думать? Да, ну, по крайней мере, я думаю, что на долгий период времени, потому что сегодня в Крыму, насколько я знаю, свободных лагерей нет, и крымская сторона сегодня сама занимает ту позицию, что они хотят сами развивать эти лагеря, и сами принимать детей, и на этом, как бы, ну, понятно, что зарабатывать какие-то деньги для бюджета. Альтернативные варианты детского отдыха? Ну, у нас остается, как бы, внутренний рынок, значит, у нас есть свои... Наши лагеря. Да, 23 лагеря своих, всем, по-моему, у нас ходят в дирекцию лагерей. То в данном случае, наверное, упор будет сделан на местный отдых. Я возвращаюсь к тем вопросам, которые поступили в эту программу, ее герою, Дмитрию Халычу Русских. Ваш коллега по ЗАГСобранию как раз-таки, уже бывший из них коллега, Михаил Конышев, депутат из Кирова-Чепецка. Да, из Кирова-Чепецка. Да, из Кирова-Чепецка. Да, из Кирова-Чепецка, да. Дмитрий, добрый день. Сегодня уже президент Путин говорит о том, что сроки, качество и цена ремонта и строительства дорог не соответствуют стандартам и ГОСТам. Как ты думаешь, на ты он обращается, поменяется ли ситуация в дорожном хозяйстве в нашей области? Какие меры и к кому для этого нужно предпринять? Риторические вопросы. Да, риторические. Ну, мы всегда живем надеждами и верой, то мы, конечно, я скажу, что мне бы очень хотелось, чтобы ситуация изменилась, и особенно в городе Кире, потому что, как бы, мы видим ту ситуацию, которая складывается, и в связи с тем, что сейчас пошли дожди, и ямы вместе с дождем начинают увеличиваться. Это правда. Да, при всем при этом мы сейчас четко понимаем, и говорят специалисты о том, что сейчас начнутся первые заморозки, эти ямы будут еще сильнее увеличиваться, они будут разрушаться. То, вернее всего, что к следующей весне, когда снег, как обычно, сойдет, мы увидим совершенно другой город по комфортности тут проезда и по логистике, то... Дмитрий Михайлович, некоторых дорог, некоторых... Вообще нет. Вообще их не будет. Слушайте, я смотрю на центральную часть, нам, помните, года три назад рассказывали, что вот если мы сейчас переименуем все улицы в городе, то они там заживут новой жизнью. Вот у меня соседняя улица, она была раньше Степана Халтурина, сейчас Преображенская. Но я думаю, что если бы пригласить какого-то человека, участника Великой Отечественной войны, он бы, наверное, точно сказал, что такой дорог не может быть по определению даже во время войны. Она практически не проезжает. Это центральная часть города с новым названием Преображенска. Совершенно без всякой возможности проехать, пройти. Ну, там только проползти можно, мне кажется. И таких улиц, даже в центральной части, их какое-то бешеное количество. Значит, и понятно, что сегодня жители города и, конечно, и области очень бы хотели, чтобы все-таки на дороге обратили повышенное внимание. Слава Богу, у нас в этом году бюджет дорожного фонда почти 6 миллиардов. Значит, на следующий год, я думаю, что примерно цифра будет похожи, чтобы... Это откуда у вас такая надежда? Я вот считаю, выборы прошли и что-то забуду. Ну, смотрите, у нас же фактически 5,2 миллиарда, это независимо от выборов и от помощи федерального центра у нас был сформирован бюджет на дорожный фонд. Это за счет акцизов транспортного налога. Значит, я думаю, что там существенная картинка не изменится, плюс мы получаем какие-то деньги по системе Платон. То вот это будет близко, на самом деле, сумма. Значит, может быть даже чуть больше, потому что у нас в следующем году еще одни выборы и города, городской думы и губернатора, а в 2018 году у нас еще, может быть, еще президентский, да. То в этом плане мы как-то вот видим, что примерно 6 миллиардов это есть. И, конечно, основная проблема жителей Кировской области и, конечно, моих близких кировчан, там, земляков, конечно, это дороги. Я думаю, что сейчас на них должны обратить особое внимание. А как вы оцениваете деятельность общественного, общественников? Вы следите за ними? Я не очень слежу. Я считаю, что у нас... Группа общественного контроля за ремонтом. Это все очень здорово, но в данном случае... Это коротко, Григорь Михайлович. Да, коротко. Не много времени. Да, как бы это все здорово, но у нас есть специальные структуры, у нас есть специальные подразделения, которые получают за это деньги и должны нести качественный контроль за всеми необходимыми стандартами на дорогах. То, конечно, основная нагрузка должна ложиться на них. Значит, понятно, что в помощи могут находиться общественники. То в данном случае по всей области общественников не выставишь. Я, насколько смотрю, их там только уменьшается количество, но не увеличивается. Ну, официально на сайте общественной палаты их, по-моему, 18, значит. Ну, а реально... Начиналось с 11. Да, которых реально я вижу, их там может 5-6 человек. Ну, и Михаил Коныш дальше продолжает, вернее, заканчивается вопросом. Какие меры и к кому для этого нужно предпринять и принять? У нас сейчас появился новый замгубернатора, который курировал сегодня дорожную отрасль. У нас появился новый министр. По-моему, не Дмитрий Александрович. Ну, он же пришел на... Подожди, типа... Нет. Ты Сергей Владимирович Чевчков? Нет, 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 нет. У нас Дмитрий Александрович Курдюнов сейчас курирует полностью социальную сферу. Значит, кто конкретно сегодня, потому что постоянно меняются полномочия, но это... Вот мы сейчас с вами в замешательстве чувствуем, кто там сейчас за что отвечает. И в данном случае есть уже сегодня и курирующий зам, новый министр транспорта есть там, да. Ну, есть, наверное, прокуратура, если там уже дальше идти. Ну, сегодня можно обращаться куда хочешь. Да, лишь бы был результат. У нас сейчас реклама примерно на минуту-полторы, после чего продолжим наш разговор. Спасибо, слушатели, позвонившему в перерыве. Да, Степана Халтуритов. Да, я извиняюсь, да, это Пятницкая... Преображенская, Энгельса. Особое мнение Дмитрия Русских мы сегодня слушаем, депутату ЗС 5-го и 4-го созывов. Еще вопрос в сайтах Кирова.ру, заданный вам, Николай Гвоздков его задал. Дмитрий, на ваш взгляд, далее интересное слово, переезд Владимира Быкова из городской думы в областной язык собрания. Для него это повышение или понижение? Ну, тут интересный очень, на самом деле, вопрос. Его можно посмотреть с двух сторон. Я даже думаю, больше тут. Да, пока мы... Да, де-факто, вроде, с одной стороны, это повышение. Все-таки второй человек в области, представитель ЗАГС собрания. Значит, при этом надо там четко понимать, я специально очень внимательно смотрел за голосованием, и что я вам хочу сказать, что 70, почти 4-75% жителей города Кирова не проголосовало за партию «Единая Россия» по одной простой причине, что я возглавлял глава города. Рекотделение. Да, рекотделение, это вот видно в городе Кирове очень четко. Можно взять любой избирательный округ, и это видно. Допустим, за одномандатника от «Единой России» голосуют 38-35-36%, и тут же за партию 25-24%, где-то 26%. За что же «Единой России» победили? Да, ну, видите, один очень великий человек, не буду говорить, тот сказал, что главное не голосовать, а считать. То если мы возьмем еще там окончательно вот этот вопрос, да, то я думаю, что этот процент еще гораздо меньше, да, то, в общем-то, без всякой поддержки населения он де-факто переходит на повышение, да. Значит, понятно, что мы на это никак повлиять не можем, это не наше решение. При всем при этом надо там четко понимать, что вообще за эталон, как бы, как должно выглядеть вообще любое собрание, я думаю, что взята городская дума. Взято еще там не новым губернатором, все, что сегодня произошло и какие показали проценты и почему 37 мандатов у «Единой России», это была заготовка конкретно там старого правительства во главе Никиты Юрьевича Белых и его замок за политику, который был Борис Никон Геннадьевич Веснин. Да, вот этот подарок они как бы собрали и сделали. Мне кажется, и на федеральном уровне 343 мандаты. И 343, ну, это вся одна и та же история, с федералов там, да, была как бы сделана определенная программа, по которой вот должно было примерно… Определенная калька. Да. Значит, при этом, как бы, вот для нашей области и города вот идеальная была, конечно, дума 2012 года, когда, в общем-то, все, я уже объяснял, там, большинство у «Единой России», большинство там депутатов из «Единой России» принадлежат там определенным коммерческим структурам, во главе всего это стоит там Владимир Васильевич Быков, там, да, всеми нами уважаемый и любимый мэр города, в калочках. Значит, и понятно, что де-факто он ушел на повышение, сейчас у него целое ЗАГС собрание, он стоит там, да. Слушай, а по-моему, по деньгам он проиграл, говорят, что в муниципальном образовании зарплата повыше, чем на уровне. Как говорят англичане, СОСО, там очень близко, да, мы же говорим, что у него еще где-то примерно 500, я смотрел, с копейками в год, это пенсия как военнослужащего, то, в принципе, если мне память не изменяет, у нас представитель ЗАГС собрания получал только деньгами 2-180 миллиона в год, 2 миллиона 180, то, в принципе, там, в комфорте точно не потерял, там, машина также будет хорошая, Тойота 200, да. Ездить можно с утра до ночи, свои машины не нужны. Значит, в общем-то, и кабинет будет побольше, и уровень повыше, и все-таки, как бы, все по-другому. Де Юра получается, что, в общем-то, с точки зрения ресурсов, да, конечно, он там потерял, потому что в данном варианте мы четко понимаем, что председатель ЗАГС собрания – это, в общем-то, такой реальный человек, который ходит, разрезает ленточки, ведет ЗАГС собрания и, в общем-то, проводит какую-то определенную линию в этом ЗАГС собрании. Значит, понятно, что взаимоотношения там с новым губернатором будут очень понятные, внятные, жесткие. А кто кем будет руководить? Ну, такой глупый вопрос, скажите. Как вообще эти отношения стоят? Это заведено уже давно, да, мы там сегодня четко говорим о том, что, я не помню, при, там, четвертом, пятом созыве работая, что ЗАГС собрание имело в большинстве случаев свою, там, точку зрения. Понятно, что все идеи, задачи и законы проводились по поручению правительства Кировской области, там, да, это там, ну, что греха-то стоит. Значит, понятно, что, как бы, некоторые, там, депутаты были согласны с ними, некоторые, там, были не согласны, значит. — Такая же ситуация была? — Ну, стопроцентная. Другой у нас нет в стране. Ну, что-то мы, как бы, значит. То, с точки зрения, там, именно ресурса, да, ресурс совершенно другой, там, да, мы все прекрасно знаем, как хвастался вот тут вчера буквально Владимир Васильевич. — Ну, давайте, давайте перейдем, да, к этому, я потом... Вчера просто было заседание Гордумы, и именно там он сложил себя полночи. — Да, да, да. Ему там, кстати, еще медаль даже какую-то вручили. — А, ему медаль вручила за заслуги перед городом Кировом. — Ну, отлично. — Достоин? — Очень. Мне кажется, ну, на самом деле, эту, как бы, медаль уже ему население города Кирова дало, проголосовав 25% за партию, которую он возглавляет. — Ну, собственно, что он в первую очередь отметил, ну, так сказать, включил в список своих заслуг на посту главы города. Семь лет, кстати. А, простите, с 2007-го года он возглавлял город. — Да, про чистки девять лет. — Да, в первую очередь он упомянул — это возведение новых детских садов, появление ясельных групп, начало строительства школ и реализация программы по переселению из аварийного жилья. Так я сейчас вспомню, а почему путепровод в чистой пруде он не упомянул в последнее время? Очень часто про него говорил. Водовод в Кумене. — Все победы, очень сложно сразу сказать, потому что у Владимира Васильевича столько много побед, что, в общем-то, он все их запомнить не может, на самом деле. Ну, на самом деле, у меня куча есть сомнений. Я не хочу сейчас приводить, как бы, аргументацию, что все 4-5 детских садов, которые были построены, были по федеральной программе, где 70% было федеральных денег, 20% было областных денег, и всего 10% было там муниципальное образование в городе Киров. — Ну, Чиркович. — Да, но мне больше всего понравился его сюжет, когда он сказал, что он очень горд за то, что он сделал в парках, да, что вот эта вся реконструкция и приведение парковых зон в порядок, ну, меня это просто восхитило, это высший пилотаж, на самом деле, да, ну, как бы, ну, это, ну, даже сказать... — Вы, кстати, знаете, что общественники опять организуют у нас по Парку Победы пикеты. — Да, по Парку Победы. Ну, это одна из истории, которая там, видимо, он себе ставит заслуги, наш бывший мэр, значит, именно Парк Победы, плюс мы говорим о том, что мы знаем историю сквера на профсоюзной, да, только благодаря общественникам и жителям того микрорайона удалось отстоять этот сквер, да, если бы тогда... — Кстати, ему скоро название вроде как должно быть придумано. — Да, население, если бы тогда не вышло и не встало, мы бы сегодня там видели совершенно другую картинку, да, и точно такая же история по цирку, когда тоже была ситуация, когда строился отель «Хилтон», значит, то если мы сегодня возьмём любой парк и начнём его разбирать, то у нас везде есть такой рейдерский захват городской власти у этих территорий. Значит, ну, если это заслуга Владимира Васильевича, ну, наверное, то, что они стали захвачены, наверное, он в этом признался. — Давайте ещё эти слова, как прозвучавшие от него. Каких-либо просчётов, чтобы город остановился и что-то не было выполнено — их нет. Город живёт, город работает. Были проблемы со сходом снега, сосулек — это тема закрыта. На сегодняшний день уже каждая управляющая компания к этому готовится. Поэтому каждый человек может найти у любого другого — я у вас, вы у меня — массу недостатков. Но если смотреть на решение задачи, исходя из того финансирования, которое было, мы старались сделать всё для того, чтобы просчётов было как можно меньше. Город живёт, развивается, появляются новые скверы, новые парки. — Отлично. Ну это, наверное, не благодаря, а вопреки всему там. Вот город живёт, как бы, город существует, потому что, в принципе, какая-то часть активного населения всё-таки сопротивлялась большой любви к главе города по отношению к кировчанам и к нашим паркам там, да. И, наверное, не благодаря ему, вопреки всем этим вещам, сегодня город на самом деле ещё живёт и двигается, и, в общем-то, продолжает, я думаю, что и будет продолжать жить. Ну, тут очень сложно там оценивать всю его речь прекрасную и награду его. Значит, ну, мы все прекрасно знаем оценку, и каждый житель города Кирова как бы готов её отдать, и мы все прекрасно понимаем, как за десять лет, к сожалению, не в лучшую сторону изменился наш город Киров. Ну, депутат Гордомы Владимир Вениаминович Журавлёв, он был на вчерашнем свидании в своём амплуа, он попытался покритиковать, покритиковал главу города уже бывшего. По словам Журавлёва, чиновники должны были оперативнее реагировать на жалобы кировчан в период, правда, быкова. Кроме того, парламентарий вспомнил застройки сквера в точном строительстве, а также назвал малопрофессиональными кадры, которые работают в нашей городской власти. А деле Журавлёв ещё покритиковал его за слова, которые прозвучали летом, что тот не собирается уходить с поста главы города в ближайшее время. Всё в жизни течёт, меняется. А Быков ответил, я как офицер выполняю решение партии, и поэтому ухожу работать в ЗАГС-собрании. Молодец. Ну, тут-то всё как бы очень лаконично, ясно и понятно. Я думаю, что вообще, как бы сейчас, когда закончится, это моя точка зрения, там, вся реконструкция там, проекта Кировской области, я думаю, что дальше пойдёт это же направление в сторону, там, городской администрации, города Кирова. Потому что в следующем году у нас… Какое направление? Ну, именно кадровое, то, что там говорит депутат Журавлёв о том, что там есть проблемы, я думаю, что… А. Подождите, надо с головы начинать, уж тогда получается. Ну, а головы-то сейчас уже нет, его же перевели. Сейчас исполняющая… Владыкин. Да. Значит, потихонечку, помаленечку, я думаю, что новая команда губернатора, она пойдёт и в то направление, и будет там тоже смотреть, потому что сегодня никак не скроешь низкий процент за партию именно в городе Кирове. А. Поясните, Владимир Ильич, каким образом облправительство может инициировать обновление кадров в город администрации? Ну, давайте так. А. Кого надо пнуть? В принципе, если будет принято такое решение, то и пойдёт замена главы администрации города, и автоматически пойдёт замена команды. Ну, на самом деле, это всё с точки зрения там, сегодняшней, там, выстроенной вертикали власти, всё очень просто и легко. А. Будет искаться удобный человек для области, если он будет искаться? Вы знаете, я думаю, что задачу надо поставить не такую. Нужен тот человек, который эффективно может управлять городом, и чтобы жалоб со стороны жителей города Кирова было гораздо меньше, чтобы мы… А. То есть интересы жителей в первую очередь… Ну, я считаю, что если сегодня говорят о том, что сегодня пришло время всё-таки там заниматься именно областью и городом, то, конечно, основная цель – это мнение жителей города. И я думаю, что с этой точки надо всё-таки смотреть и на это надеяться. А. Николай Гвоздков, я не дозвучил тот вопрос, заданный им, интересный тоже очень. Да. Не приведёт ли отсутствие в УЗС достойно представленной оппозиции к тому, что единороссы со временем начнут сами поедать себя? А. Ну, они давно уже сами себя поедают, и у них есть там две-три группы влияния, которые постоянно… А. То есть такая не единая масса… А. Да. А. Да, несмотря ни на что, значит, сегодня у них такой проблемы нет. Им сегодня не нужно ни с кем договариваться, никого не нужно как бы напрягать, никого не нужно как бы призывать приходить на пленарки. Значит, у них, в принципе, сегодня 37 депутатов, которые обеспечат любое голосование. То, когда нет внешнего врага в виде каких-то оппозиционных депутатов, то понятно, что возникают внутренние проблемы, они более активно начинают развиваться. Я думаю, наверное, это так и будет происходить. А. У нас остается буквально пару минут. Дмитрий Михайлович, Ваша оценка, Ваши комментарии по поводу того, что сейчас происходит в областном правительстве. Новые люди, люди не местные, люди стали личные. Первый вопрос, вот хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу того, что движет этими людьми менять более… ну, во многом более выгодную работу на менее… А. Ну, тут очень сложно дать оценку, вот именно, что ими движет, какая мотивация. Значит, очень много, на самом деле, задают таких вопросов. Просто друзья, знакомые. Значит, ну, смотрите, ничего нового нет. Мы это проходили в 2008 году, когда пришел новый губернатор Белых, и пришла большая команда людей. Кто-то потом уехал, кто-то попал в тяжелую жизненную ситуацию. Да, это не будем обсуждать. Значит, тут, в принципе, идет точно такой же процесс. Там, как бы, приходит новый руководитель, он хочет опираться на каких-то ему понятных и внятных, как бы, кадров. Возможно, ну, и даже, очень вероятно, друзей настоящих. Может быть, друзей там, да, или знакомых там, да. Но это процесс, как бы, он такой, он типичный для нашей, как бы, вообще, страны, там, для нашей территории. Если за все эти годы, там, бизнес и политэлита не создала здесь какой-то костяк вообще управленцев, которые могли бы реально развивать территорию и, в общем-то, которые могли спокойно работать при любом руководстве, значит, то в данном случае мы имеем то, что мы имеем. Значит, как она сработает, эта команда, будет ли от нее эффект, будут ли это более позитивные, как бы, вещи, которые должны происходить, все-таки, жители Кировской области, наверное, давно заслужили, мы это увидим, там, в ближайшие, там, полгода, год, там, полтора, то сейчас делать оценку, там, насколько они эффективны, неэффективны, очень сложно. Давайте дадим возможность, пускай все сформируются, пускай всех поменяют, примут именно ту позицию, которая им комфортна, для того, чтобы начать хорошо работать, и тогда будем сидеть все, ожидать какого-то положительного результата. Оставшихся надо менять, на ваш взгляд, я имею в виду, Жилина Васильевна, Ковалева, Алексей Алексеевич, Котополичков, Евгений Михайлович. Ну, вот, смотрите, как бы, Евгений Михайлович. Я всегда сторонник того, что для того, чтобы кого-то заменить, надо понимать, на кого, и не будет ли тот кандидат гораздо хуже, чем кого заменили. То, в данном случае, здесь политика губернатора, он, наверное, у нас человек уже довольно-таки уже, как бы, профессиональный, он давно работает во всяких структурах, и я думаю, что он все оценивает, и в данном случае, пока мы видим, что три зама пока сохранили свои должности, и они продолжают работать. Значит, надо, не надо, это уже, к сожалению, не наш вопрос там, да, значит, видимо, все будет зависеть от того, как сейчас примется бюджет, да, как он сформироваться, как закончим год, и тогда уже по некоторым направлениям дополнительно будут еще какие-то вопросы, или их оставляют, или их убирают. Время истекает с нашей беседы. Напомню, что это особое мнение Дмитрия Роских, депутатов ОЗС 4-го и 5-го. Всего доброго. Да, спасибо всем слушания, спасибо. Спасибо.